здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня в работе у блок микос 10 3 это газель вот с таким идентификатором двигатель уазовский стоит 42 16 и идентификатор прошивки вот такой вот м114 чем этот блок замечательным замечательным тем что в нем изменены идентификаторы прошивки и просто так его не прочитать сейчас мы будем его читать с помощью комби лодера с нажатой клавишей alt я покажу как это делается если вдруг у вас попадется такой блок и идентификаторы изменены и вы не можете записать этот блок всю процедуру я подробнейшим образом расскажу как все-таки его записать и сосчитать конечно комбик блоку прилепили вот он у нас на столе далее питание и давайте сейчас перейдем к программе выбираем микос 10 3 м 114 как у нас написано на блоке и пытаемся прочитать вот что он пишет несовместимый идентификатор контроллера давайте выберем 113 неверный ответ контроллера в чем причина мы не сможем его прочитать значит что мы можем сделать открываем диагностику выбираем микос 7-6 вот он и нажимаем кнопку зажигания вот пожалуйста здесь мы видим диагностические данные идентификатор на контроллере написано м114 а внутри контроллера м113 видите вот что происходит именно поэтому мы не можем прочитать этот контроллер и записать сейчас будем искать решение этой проблемы поскольку мы видим что у нас на контроллере все-таки м114 мы выбираем этот модуль м114 нажимаем кнопочку alt и теперь делаем чтение то есть кнопочку alt держим и нажимаем чтение и здесь мы видим что чтение калибровок спокойно выполняется при нажатой клавиши alt операция завершена успешно и что мы видим в калибровках идентификатор все-таки м114 вот он вот так вот делают наши блоки оля защита от чтения и записи значит это у нас в калибровках давайте сохраним калибровки на рабочий стол положим так вот они калибровки а вот теперь давайте попробуем сосчитать епром также нажимаем alt и нажимаем чтение чтение епром завершено а теперь давайте идентификатор в епроме посмотрим видите что у нас написано в епроме м113 то есть калибровках один идентификатор а в епроме совсем другой сохраним епром тоже пускай будет значит что нам нужно сделать нам нужно убрать отсюда перебои воспламенения что часто возникает на этих двигателях уазовских из-за неправильной настройки клапанов и так далее и так далее много нюансов при которых возникают эти пропуски в свою очередь контроллер отключает форсунки то есть впрыск и цилиндр перестает работать до выключения и включения зажигания и дальше опять по новой работать мы будем с этой прошивкой с помощью чип тюнинг про на рабочем столе он у нас вот и давайте теперь посмотрим идентификационные данные видите файл сохранен как м113 а идентификатор калибровок м114 видите что происходит значит что нам нужно сделать нам нужно убрать флаги комплектации убираем датчик кислорода 2 так дальше клапан от сорбера убираем низкая эффективность нейтрализатора выключаем выключаем также пропуски воспламенения убираем галочки так убираем нагреватель лямбда зонда 2 естественно не первого так и теперь нам нужно еще поменять включение вентиляторы открываем датчики исполнительные механизмы вентилятор охлаждения сейчас стоит 95 в принципе и так нормальная вроде температуру попросили сделать 93 градуса зачем давайте сделаем им 93 градусов поставим падение температуры охлаждающей жидкости 5 градусов 5 градусов то есть пять градусов ниже отпустится температура 93 минус 5 и он отключит вентилятор на 88 градусов то есть это так называемый гистерезис ну все вроде мы сделали с прошивкой давайте ее сохранять и так мы сохранили на рабочий стол наш сделанный файл вот обозвали в м114 евро 2 отключили второй датчик отключили от сорбера и отключили пропуски воспламенения сделали 93 градуса включения вентилятора так давайте откроем комбик вот он так и откроем калибровки писать будем калибровки файл загружен идентификатор калибровок вот и давайте записывать для того чтобы записать этот файл нам опять же нужно нажать кнопочку alt и держать до полной записи этого файла нажимаем alt и пишем записать клавишу alt держим вот операция завершена успешно кнопочку alt можно отпустить давайте зайдем в диагностику и проверим ответ нашего контроллера включаем зажигание вот пожалуйста ответ контроллера у нас в диагностике это значит что он живой ничего там не испортилось отдаем контроллер ставят на машину заводит и все будет в порядке всем всего самого наилучшего хороших клиентов много интересной работы и самое главное крепкого крепкого здоровья на долгие долгие годы